на ремонте вот такая называется паровая станция или паровой утюг браун кавер стайл 7 pro машина с самого начала при включении моргала панель моргнула потухла и потом не подает признаков жизни нажимаешь это когда нажимаешь включение не подает признаков жизни не откликается значит первое мое ну и человек говорил работает работал и потом перестал работать скорее всего кнопка и в общем то действительно оказалась кнопка кнопку поменял он стал реагировать при включении начал загораться здесь одна лампочка но потом все равно начинает моргать и выходит в ошибку проблема оказалась ну их проблем оказалось много во первых кнопку я уже сказал что я поменял во вторых не греется утюг сам и сгорел насос вот такое значит по утюгу сама разобрал и увидел что в принципе проблема небольшая сам тен рабочий чтобы добраться до тена откручиваем вот эту пятку тут винтик снизу один откручиваем винтик снимается образовываются три винтика когда эти три винтика откручиваем снимается вот эта штука потом дальше чтобы снять снимаем вот эту верхнюю часть тут просто на защелках тут главное вытаскиваем вытаскивать фланги вынимаем вытаскиваем значит после того как вытащили одной рукой неудобно сейчас я вытащу забыл сказать что чтобы его верхнюю снять вот здесь вот винтик надо открутить один винтик и тогда она снимается не слышит эти вот шланги плотно заходят поэтому надо продел держать так чтобы шланги выходили и поднимаем пластик и тут уже после того как мы этот пластик сняли у нас вот здесь один винтик откручиваем и потом вот эту лопатку откручиваем и тут еще один винтик два винтика и когда два винтика снимаем вот это вот открывается ну значит собственно и когда вы сняли вот здесь еще четыре винта один второй третий откручиваем и снимаем вот эту вот защиту добираемся до того чтобы можно было прозвонить тем тем звонится а вот этот термо предохранитель не звонится и проблема в нем значит нужно его поменять можно открутить разобрать и зачистить контакты я буду чистить контакты потому что оригинальный браун этого мне китайские которые вы купите как как проверить что там рабочий ну во первых я вот здесь вот замкнул включил и он начал греться а так не грелся при включении сейчас вам покажу какое сопротивление значит ставим тестер на измерение сопротивления и ставим на тэн чтобы показать какое сопротивление у рабочего тэна 76,8 ну получается 77 ом это рабочий тэн подошвы браун ну а здесь обрыв а должен должен звониться на ноль а он обрыв видите нет сопротивления без конечность здесь обрыв что я сделаю откручу и разогну там усики сниму вот этот контакт зачищу контакты и поставлю на место и так мне я мое мое мнение что это будет лучше во первых тут будут серебряные контакты если вы купите китайский аналог то там будут просто латунные контакты здесь будут серебряные оригинальные намного лучше поэтому если у вас другое мнение напишите пожалуйста в комментарии почему вы думаете что лучше купить новый а не отремонтировать оригинальный с этим решилась проблема как разбирать как разобрать это ну конечно снимаем водяной блок бачок и потом сниму снизу откручиваем винты все доступные винты тут их по моему 6 по периметру откручиваем и снимаем вот эту снимаем панель теперь нужно добраться до платы чтобы добраться до платы нужно открутить вон вот те винты с обратной стороны и еще вот те вот этот боковой винт который держит вот эту панельку вот туда короче четыре винта и тогда вот эта плата вместе со всем снимается потом еще вот эти четыре винта вы сможете вынять вместе с платой стекло вместе с платой ну и смотрите вот эта кнопка включения было в бесконечно но там что-то большое сопротивление поставил новую новую тоже как бы я лично снимаю с оригинальных запчастей хорошей техники телевизоры там еще что то мне так больше нравится в оригинальных запчастях она был но намного лучше по качеству чем если вы купите китай но опять таки если вы думаете по-другому напишите пожалуйста значит после того как я поставил кнопку я сначала это сделал все равно начинал включаться тен начинает греться вот этот начинает греться и через секунд 30 опять моргают все кнопки и отключается на кнопки уже потом не реагирует только из сети вынимать я почему-то подумал что при включении должен включаться насос а туда даже напряжение не подается для проверки поставил вместо него подумал может быть ему опрашивает и если нет нагрузки то не не подает питание 220 ватт поставил лампочку 25 ватт вместо насоса включил и уже после того как я сделал замкнул там чтобы работал тен подошвы после этого перестала перестал выдавать в ошибку то есть все таки он опрашивает или нагрузку или температуру вот той подошвы как только начал включаться тем перестала выпадать все светодиоды выдавая ошибку и начал греть давать пар единственный момент что насос включился но где-то через пару минут лампочка у меня загорелась на питание подалась не сразу при включении а через пару минут после включения ну и так поломки кнопка и ремонт термо предохранительного или там термореле не знаю как наверное термо предохранитель но не плавкий то есть самовосстанавливающийся наверное назовем это термореле и будет работать